Привет, это Джеймс из CVG, здесь сейчас со мной Энди Келли, привет, и мы собираемся немного поговорить о Baldur's Calls Online, точно, и о том, что вы сейчас видите на своих экранах, это первая демонстрация вида от первого лица в игре. Да, точно. Все фанаты с самого начала знали, что вид от первого лица просто необходим. И в той версии, в которой я играл, в общем, я не мог видеть своих рук, но теперь все как нужно. Вы можете видеть ваше оружие, то, как вы используете магию, без рук ощущения совсем не то. Конечно, даже не доделанный этот первого лица уже был неплохим шагом. Игра чувствовалась гораздо более в духе Elder Scrolls. Ну и опять же, то самое, нажмите Е, другие знакомые элементы интерфейса, возможность поднять разные случайные вещи, еду, например, рост в уровнях. Конечно, тут не будет такой проработки физики, нельзя будет играть с сотнями кочанов, капусты, все-таки это статичный мир, это ММО. Но, в общем-то, в боях все выглядит и так отлично, даже если бы я не мог увидеть, собственно, оружие, а уж, судя по этой новой версии, все просто замечательно. Чувствуется, что это Elder Scrolls. Если вы играли в Skyrim, вы легко можете себе представить, как это все работает. Бой все еще проводится в реальном времени, но все-таки сам жанр ММО и Quick Bar вносят свои поправки, так что вам нужно использовать способности помимо таких действий, как блоки и атака. Лично мне этот гибрид пришелся весьма по душе. Я бы даже сказал, что это будет чуть ли не первая игра, которую я буду ждать с большим нетерпением. Ну а что ты думаешь о классах? Да, нам доступно всего лишь несколько классов. Я сам играл, но я в основном использовал дальние атаки магии, поджигал врагов фаерболами, учинял настоящий хаос. Было интересно. Неплохой результат для ММО. Вообще игра во многих своих аспектах создавала именно ощущение, что ты играешь в ММО. Но в то же время вот эти квесты с озвучкой, приближением, когда ты говоришь с кем-то, с диалогами, квесты именно такие, какие были в классических играх Elder Scrolls, например, «Осследование убийства». А сам Даггерфолл, в общем, как я уже говорил, все ощущалось как в настоящем Elder Scrolls. Но в то же время и как ММО. Все-таки это типичное ММО. А что насчет самой атмосферы? Она тоже в духе серии? Да, перед вами будет весь Тамриэль. Вы сможете посетить Скайрим, Сиродил из Облевена. Я изучал Даггерфолл из Даггерфола. Это уже весьма старая игра. Естественно, в игре будут знакомые нам гильдии. Гильдии воров, Темное Братство. Всегда для меня были лучшими. Я надеюсь, что со временем их добавят в игру. В игре вы увидите знакомый Моровинт, конечно, в новом графическом обличье. Так же, как и Даггерфолл. Никаких пиксельных блоков. А что по поводу лора Тамриэля? Да, лора Тамриэля это что-то. Тонны книг, все эти истории мира. Это волшебно и клево. Естественно, это выглядит не как в Скайриме. Все-таки это ММО. И картинка соответствующая. Но вам все равно обязательно понравится бродить в Тамриэлю, Сиродилу и изучать этот мир в другое временное период, то, чего и ожидают фанаты Elder Scrolls. Опять. Знаете, лично для меня лучшим примером хорошей современной ММО служит Guild Wars 2. Эта игра много изменила в жанре, и похоже, что Elder Scrolls много взяла от этой игры, а не, скажем, от WoW или Star Wars. The Old Republic. Как ММО игрок и как фанат Elder Scrolls, я просто не имею права пропустить Elder Scrolls Online, когда она наконец выйдет. Мне очень интересно, сможет ли она справиться с мощью Guild Wars 2 и оправдать наши ожидания. ММО и должны рождаться в соревнованиях, правильно? Ну а закончим мы на удивительных пейзажах из Elder Scrolls Online. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видео, посвященных Elder Scrolls Online. Переведено к Сандре и озвучил Юку, специально для ТС-Онлайн.ру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok